Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о зеркалах в интерьере и как их правильно использовать и в каких местах. Зеркала делятся на маленькие декоративные, это как в данном случае, у которых есть свой багет, своя рама. Они небольшого размера, их можно повесить рядом с туалетным столиком или где-то на колонии, то есть выделить какой-то уголочек. Также зеркала есть настенные, которые крепятся непосредственно на стену и декор, раму мы делаем после крепления зеркала. Когда мы хотим сделать полностью зеркальную стену, нужно замерить эту стену и на чертеже нарисовать, как вы будете его делить. Очень интересно делить на 9 кусков, когда центральную часть оставляем единым полотном, чтобы когда вы будете смотреть на себя в зеркале, ваше тело не резалось. Если вы хотите сделать еще более нарядное и красивое зеркало, повесить на него бра, тогда заранее нужно выбрать этот светильник, чтобы у вас была четкая схема крепления этого светильника и попросить на заводе зеркала, чтобы в нужном месте вам сделали отверстие. Использование бра на таких зеркалах дает нам больше света. То есть, представляете, свет отражается в зеркале и у нас пространство увеличивается за счет отражения пространства. И плюс еще увеличивается реально в два раза освещение данной комнаты за счет отражения светильника и света в нашем зеркале. В каких местах очень красиво и интересно использовать зеркала, особенно на стены? Конечно, это узкие помещения, это прихожие, это холлы. Так зрительно сразу в два раза расширяется данная пространство. Также очень хорошо использовать вертикальную полосу из зеркала у окна в красном угле комнаты. Что такое красный угол? Это когда вы входите в комнату и по диагонали видите стенку. Очень часто окно на стене задекорировано текстилем. И если рядом поставить встык данное зеркало, то в зеркале отражается текстиль, окно. И ощущение будет, что у нас комната в два раза шире и там идет двойное окно. Считается, что зеркало в спальне нельзя использовать. Но я считаю, что можно и нужно. Самое главное в правильном месте. Нехорошо и неправильно использовать зеркала так, чтобы лежа на кровати вы видели свое отражение. А в тех местах, где вы не видите лежа себя, а это получается изголовье, и обычное изголовье находится на дальней стороне от входа, то как раз на этой стене можно использовать одну или две полосы зеркальных. Так вы зрительно увеличиваете пространство. И если вы используете бра, тоже очень красиво смотрится на зеркале. Сейчас расскажу, как лучше использовать зеркала в ванных комнатах. Обычно они у нас не очень большого размера, поэтому я советую зеркало даже сделать намного больше, чем размер вашего мойтодыра или раковины. Оставить место для зеркала. Но вокруг обрамить это либо специальным багетом, либо плиткой. Из плитки сделать рамку. Так вы экономите и на плитке, и зрительно очень хорошо увеличиваете пространство в вашей комнате. И также она становится светлее, потому что в этом зеркале отражается наш свет. Еще какая фишечка, то если вы используете декоры дорогие, красивые в интерьере, то их можно использовать в два раза меньше, но в тех местах, чтобы они отражались в зеркале, чтобы они повторялись еще через зеркало, тогда это будет эффект, когда декор на одной стене, отражение в зеркале и ощущение, что у вас весь интерьер в едином стиле и где использовано много красивого декора. Иногда, когда у вас есть какие-то декоративные ниши, их тоже можно сделать зеркальными и полки стеклянными. Так эта ниша будет очень оригинальной и интересной. Если вы очень хотите, да, много зеркал, то можно выбрать мебель, где дверки зеркальные. Например, это удобно очень в прихожей, либо в спальнях, чтобы вы, когда одевались, могли увидеть себя в зеркало. В некоторых интерьерах, когда очень низкие потолки, там можно использовать на потолке зеркало, либо муляж зеркала. Это, может быть, металлические какие-то декоративные панели. Сейчас очень часто используют панно зеркальное, которое сделано из маленьких кусочков зеркал. Это вы также можете сами придумать и сделать у себя в интерьере. Для этого нужно определиться с точным размером вашего зеркала. Затем на схеме нужно поделить на такие пропорции, чтобы вам нравилось. И рисунки, вот эти кусочки зеркал имели красивую, правильную форму. Вы заказываете это панно на заводе зеркал. И когда вам привозят, вы можете даже сами его установить на специальный клей. Для этого вам необходимо на стене нарисовать схему, где вы будете устанавливать панно. И постепенно, шаг за шагом, клеить один кусочек за другим. В конце выбрать любой ширины молдинг и украсить зеркало такой красивой рамой. Эту раму, конечно, нужно будет потом покрасить либо в белый цвет, либо в цвет стен. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментируйте. Возможно, вы расскажете о ваших способах и методах, как украсить интерьер зеркалами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.